Здравствуйте, уважаемые подписчики и все те, кто впервые зашел на мой канал. Сегодня снимаю видео о тех добавках, информации о которых я не успела рассказать в прошлом видео, и также о новых добавках, которые я приобрела в следующей своей корзине. Также прошу вас, кто черпает информацию из моих видео, кто задает вопросы, использовать в своих корзинах реферальный код AY0142, он будет мне как благодарность за ту информацию, которую я делюсь с вами в своих видео, так как никаких вознаграждений от YouTube я не получаю, и также нет у меня кнопки спонсорства, то хотя бы реферальный код будет мне каким-то материальным стимулом для создания новых и полезных видео. Я хочу обратить ваше внимание в первую очередь на такую добавку, как хлорофилл. О ней многие слышали. На iHerb есть несколько производителей хлорофилла, и данный хлорофилл является самым выгодным по цене, так как здесь 95 порций, но правда порция этого хлорофилла 1 чайная ложка, тогда как в других хлорофиллах, других производителей порция столовая иногда и 2 столовых ложки. И тем не менее в 1 чайной ложки здесь содержится доза 100 миллиграммов хлорофилла, такая же, как и доза 100 миллиграммов и в других производителях, в которых порция больше, а именно столовая или 2 столовых ложки в одной порции. Используется хлорофилл в случае, если у вас есть неприятный запах изо рта и неприятный запах пота. Таким людям стоит обратить внимание на добавку с хлорофиллом. Сам хлорофилл – это зеленые пигменты цианобактерий, водорослей и растений. Он является хорошим источником витаминов А, С, Е, К, микроэлементов магния, железа, кальция, калия, а также богат антиоксидантами. Наиболее богатых хлорофиллом темные зеленые листовые овощи, такие как шпинат, крест-салат, петрушка, листовая свекла, рукола, лук-порей, зеленые бобы, капуста, а также водоросли хлорелла и спирулина. Так что, если вы принимаете хлореллу или спирулину, то там уже есть хлорофилл. Приготовление пищи нарушается, держащийся в ней хлорофилл, поэтому сырые или приготовленные на пару овощи являются более полезными. Какие же основные свойства хлорофилла? Хлорофилл обладает дезодорирующим действием, то есть убирает запах изо рта и запах пота. При запахе изо рта его можно использовать даже как и ополаскиватель. Способствует поддержанию кишечной флоры и здорового пищеварения, стимулирует перистальтику кишечника, уменьшает запор и уменьшает дискомфорт от газов. Если принимать хлорофилл вместе с высокоуглеводной пищей, то он уменьшает и чувство голода. Так что, для нашей пищеварительной системы, и в том числе кишечника, это очень полезная добавка. Также хлорофилл обладает противомикробным действием и препятствует разрастанию дрожжей кандиды. У кого есть такие проблемы, еще раз обратите внимание на данную добавку. Местное применение хлорофилла эффективно при лечении ран и ожога, так как он снижает местное воспаление, предотвращает рост бактерий, ускоряет заживление, то есть является бактерицидным. Здесь можно использовать также масляный экстракт хлорофилла, и это аптечный препарат хлорофилипт. Хлорофилл способствует предотвращению образования камней в почках, предотвращает, так что обратите внимание, и те, у кого есть такие проблемы, песок или снижает хлорофилл рост кристаллов оксалата кальция. Особенно оксалаты образуются, если вы употребляете шпинат, много салата или щавель. В стоматологии хлорофилл можно применять при воспаленных и кровоточащих деснах. Также при артрите хлорофилл оказывает противовоспалительное действие, обладает способностью связывать и вымывать токсичные химические вещества, остатки лекарственных препаратов, пестициды и тяжелые металлы. Это способствует детоксикации печени. Обращаю внимание, тоже печень, желудочно-кишечный тракт, бактерицидное действие для почек, противомикробное действие и дезодорирующее действие, убирая запах пота и запах неприятный изо рта. Дозировка индивидуальная до 2 столовых ложек в день. Начинать можно с чайной ложки, но данный хлорофилл концентрированный. И здесь в дозе 1 чайной ложки содержится 100 мг хлорофилина. Принимать нужно за полчаса или за час до еды. Хлорофилл может вызывать также повышенную чувствительность к солнцу, поэтому наносить солнцезащитный крем при его использовании. Но сейчас это нам не грозит, солнца нет, зима, конец осени зима. И пользоваться хлорофиллом можно даже очень спокойно. Хлорофилл может окрашивать язык, мочу и кал. Хлорофилл при местном применении может вызывать жжение или зод. При передозировках может случиться диарея и спазмы в животе, поэтому внимательно следите за дозами. И при сдаче анализа кала на скрытую кровь не стоит принимать хлорофилл, так как именно это может привести к ложноположительному результату. И детям до 12 лет, беременным и кормящим стоит воздержаться от добавки хлорофилла, так как нет исследований о его действиях на организм таких людей, то есть на организм детей до 12 лет, беременных и кормящих матерей. Органическое масло семян конопли холодного отжима. Здесь 710 мл в одной этой пластиковой пластмассовой банке. Это самая большая банка конопляного масла, масло конопли на сайте iHerb в данный момент. Здесь содержится органическое масло семян конопли, и это масло холодного отжима, то есть самое полезное на сайте в данный момент. На данный момент, как я уже говорила, самая большая и выгодная упаковка такого масла. Конопляное масло полезно абсолютно всем и в любом возрасте. Масло поднимает жизненный тонус, улучшает лактацию, укрепляет женское и мужское половое здоровье. Благодаря высокому содержанию кальция конопляное масло будет очень полезно при остеопорозе, при ревматоидном артрите и других заболеваниях костей и суставов. Но самое главное, что одна столовая ложка этого масла содержит 2,5 г омега-3 жирных кислот АЛК и 500 миллиграммов ГЛК. Масло семян конопли имеет идеальное природное соотношение омега-6 и омега-3, то есть 3 к 1. Но в отличие от льна, конопля содержит ценные омега-3 и омега-6 жирные кислоты, альфа-линолевая кислота, которая здесь содержится, АЛК, которую я упоминала раньше, позволяет добиться оптимального соотношения мышечной и жировой массы тела. Она подтягивает силуэт за счет сжигания жира и укрепления мышц. А ГЛК, который здесь 500 миллиграммов в одной порции, действует, то есть гамма-линолевая кислота действует как гормон в организме, помогая уменьшить воспаление, связанное с кожными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Использовать такое масло можно и в коктейлях, и в салатах, и для овощных блюд, и блюд также из пасты, имею в виду макароны. После вскрытия упаковки продукт нужно хранить все-таки в холодильнике. И данное масло не рекомендуется для жарки. И еще хочу сказать о том, что такое масло употребляют больные онкологическими заболеваниями. Здесь мы видим, что здесь 2,5 грамма омега-3 альфа-линолевой кислоты и 500 миллиграммов гамма-линолевой кислоты. И здесь доза 1 столовая ложка 15 миллилитров. Вот такое замечательное и полезное масло. И, возвращаясь я к своему прошлому видео, не успела я рассказать о таких добавках, как глицинад магния от бренда КЭЛ. Глицинад с высокой адсорцией. 350 миллиграммов в одной капсуле. Здесь можно увидеть капсулы. И в каждой здесь содержится целых 350 миллиграммов глицинада магния. Этот магния, это хилатная форма. Даже в виде безглицината магния, то есть двойного глицината, эта форма не требует желудочно-кишечных кислот для своей абсорбции, то есть для всасывания. Деликатно воздействует на желудок, способствует расслаблению, здоровью костей, ферментативной функции, здоровью мышц. Кроме нервной системы, магний необходим для поддержания работы сердца. Магний также благотворен для роста костей. Он нормализует сердечный ритм, артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, убирает судороги в мышцах, уменьшает нагрузку на суставы. Больным с измененным сердечным ритмом рекомендуется магний в комплексе лечебных мероприятий, то есть больным с аритмией. С экстрасистолией рекомендуется такая добавка. Наиболее частые признаки дефицита магния тревога, спазмы, судороги, учащенное сердцебиение, покалывания в руках и ногах, онемение, бессонница, раздражительность, головные боли, частая смена настроения и хроническая усталость. Также организм плохо усваивает и усиленно выводит магний при диабете второго типа, при хронической диарее, при нарушениях пищеварения, не всасывается. Например, при целиакии, аллергии на глютен, при удаленной щитовидной железе, при злоупотреблении алкоголем, а также при приеме мочегонных. Следующая добавка – это пептиды коллагена. Это гидролизованный коллаген, который разбит на короткие цепочки аминокислот. Они быстро усваиваются организмом благодаря своей низкой молекулярной массе, поэтому пептиды являются все-таки лучше, чем цельный коллаген. Коллагеновый пептид не образует геля и легко растворяется в холодной воде, не имеет запаха и вкуса. Со временем, с годами, в нашей коже замедляется синтез коллагена, при этом снижается его эластичность, эластичность кожи, упругость и появляются морщины. Пептиды ускоряют синтез основных белков, коллагена и эластичность. Это делает кожу более упругой, пластичной и рельеф ее выравнивается. Одна из главных задач пептидов также – заживление ран и устроение воспалений, выравнивание кожи, улучшение ее внешнего вида. Их иногда спрашивают, почему гидролизованный коллаген лучше. Питьевой коллаген, жидкий – это самая обогащенная форма препарата. Помимо самого белка, он обычно содержит витамины и минералы, необходимые для синтеза. Чем больше гидролизован раствор, тем лучше, тем проще организму его усвоить. Как нам понять, что в организме не хватает коллагена? Признаки недостатка коллагена в организме такие – выпадение волос, дряблость и сухость кожи, появление глубоких морщин, быстрая утомляемость, боль в мышцах, ломкость ногтей. В составе также есть гиалуроновая кислота и витамин С, которые помогают лучшему усваиванию коллагена. Поэтому уже отдельно использовать, покупать их не нужно. Ни витамин С, ни гиалуроновую кислоту. Здесь на упаковке так и написано, что коллаген первого и третьего типа, гидролизованные пептиды, плюс витамин С. Доза здесь 6 таблеток в день. Употребляют с утра до еды, за 40 минут, или же, еще лучше, за час, до завтрака. И еще я не успела рассказать о добавке от доктора Бест Динго. Ну, саму добавку я уже отдала, так как заказывала ее по просьбе. Но у меня остался мой собственный доктор Бест. Добавка, правда, немножко другого плана. Но ссылочку я оставлю, вы найдете внизу в инфобоксе под видео. И я взяла другую добавку от этого же бренда доктор Бест. Но рассказывать я буду о Гинго. И ссылочка будет на Гинго. Так вот, многие употребляют добавку Гинго, чтобы улучшить мозговое кровообращение. Однако она также превосходно улучшает кровоток в кровеносных сосудах, капилляров почек и глаз. За счет усиления кровотока эта добавка может усиливать также и эрекцию мужчин и благотворно влияет также на женскую сексуальность. Гинго способствует повышению умственной работоспособности, улучшении памяти и внимания, снижает метеочувствительность. Гинго также улучшает снабжение мозга кислородом и улучшает память и внимания, снабжает мозг глюкозой, нормализует тонус артерий и вен, препятствует агрегации тромбоцитов. То есть, он, Гинго, разжижает также кровь. Гинго является очень мощным антиоксидантом. Его взяли за эталон 100% по концентрации антиоксидантов и для сравнения другие растения имеют максимальный процент антиоксидантов 70-80%. Но следует иметь в виду, что Гинго нельзя принимать при пониженной свертываемости крови, при гастрите и язвенной болезни в стадии обострения, так как, напоминаю, Гинго разжижает кровь. На этом сегодня вся информация. Напоминаю, в своих кардинах буду очень вам благодарна за применение кода AFY-0142. До свидания! Будьте здоровыми и красивыми! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!